Человек и погода – вот главные враги леса осенью. Непотушенному костру необходимо буквально несколько минут, чтобы превратиться в огненную стихию. Скорость распространения огня зависит от силы ветра. Чем сильнее дует, тем сложнее придется спасателям. Разводят костры сборщики шишек и дикоросов. Поэтому с прошлой недели в крае действует особый противопожарный режим. Находиться в лесу и жечь там костры сейчас запрещено. Это может обернуться серьезным наказанием – от миллионных штрафов до 10 лет лишения свободы. Была пара случаев на той неделе. Я летал и прям на глазах можно сказать, что был поджог. И пока мы кружились, пытались снизиться, чтобы запечатлеть место нахождения этих граждан, они ринулись этот костер затушивать. Ситуация с пожарами в крае меняется каждый день. Еще в конце прошлой недели ее удалось стабилизировать. Почти все очаги были локализованы. Все изменилось буквально за выходные. Только за сутки площадь возгораний увеличилась до 2500 гектаров. Горят Кавалеровский, Ольгинский, Ханкайский, Партизанские районы и Дальнегорский городской округ. Здесь продолжают тушить 17 возгораний. Лес большой, все не перекроешь, потому что машины останавливаются вдоль дорог. И очень сложно, конечно, отследить. В данной ситуации надежда возлагается на патрульные группы, которые постоянно патрулируют наиболее опасные участки и выявляют нарушителей, составляют протоколы. За сутки пожарным подразделениям пришлось 27 раз выезжать на палы сухой травы. В лесу сейчас тоже благодатная обстановка для пожара. Подстилка из опавших листьев в глубину достигает почти метр. И выгорает она почти полностью. Пепел пожарным доходит потом до колен. Была угроза, которая своевременно была предотвращена. То есть летчик-наблюдатель при заходе на тушение крупного лесного пожара своевременно увидел пал, дал команду на разворот самолета и этот пал был ликвидирован. Чтобы вовремя потушить пожар в лесу, главное его обнаружить на небольшой территории и не дать стихии разбушеваться. Для этого проводится авиапатрулирование лесов. Их пожарные облетают несколько раз в сутки. Следующая ступень – это уже пойдут пожары в основном в лиственных насаждениях, которые характерны для этого времени года. То есть обычно листва опадает, подсыхает и начинает гореть. Эти пожары более уже простые и носят беглый характер, когда огонь не заглубляется в глубь подстилки. И в основном ущерб наносится в случае, если погибают лесные культуры, созданные человеком. Чтобы уберечь от огня поселки, которые расположены рядом с лесом, в населенных пунктах делают запасы воды для тушения, а также создают специальные противопожарные полосы. С начала года за возникновение угрозы пожара оштрафовано почти тысяча человек, в том числе должностные и юридические лица. Возбуждено 16 уголовных дел. Однако любителей собирать шишки угроза сесть в тюрьму не останавливает. И леса продолжают гореть. Выход один – вовремя потушить. Поэтому пожарные просят. Увидели возгорание? Позвоните 01. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.